Можно ли фотографировать в магазине? Можно ли снимать видео в магазине? Соответственно, новые правила торговли. 2021 год наступил. Ура! Вышли новые правила торговли. Там есть этот вопрос, и он оговорен прямо конкретным пунктом 2. Давайте же его изучим и будем знать, можем ли мы фотографировать и вести видеосъемку в магазине. Какие мы хотим получить ответы? Во-первых, можно ли делать фото? Можно ли делать видео? Может ли охранник вам препятствовать снимать? И можем ли мы заходить в технические помещения? Есть ли датов какие? И что-то можем там снимать. Почему я задаюсь таким вопросом? Потому что некоторые люди считают, что по идее всякие там подсобки, складские помещения, закрытую часть магазина можно заходить, чтобы видеть, что они там ничего такого подпольного не делают, что там соблюдаются сроки хранения, ну и вот это все, что там пельмени не лежат просто на подоконнике, а все убрано в холодильник. Окей, проверяем. Итак, новые правила торговли, постановление 2021 год, общие положения, пункт 2. Читаем. Пункт 2. На торговых объектах не допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах, формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара, если такие действия не нарушают требования законодательства. То есть, мы можем фотографировать в магазине, вот прямо в пункте 2 указано, есть пояснение, за исключением мест, которые определяются продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей. То есть, вот мы и поняли, что мы можем в магазине по правилам торговли, пункт 2, общие положения, ну это часть 1, пункт 2 получается, мы можем прийти в магазин и тупо подходить к каждому товару и фотографировать, фотографировать и видео снимать. Или, например, говорить, сегодня 17 июля, а у этого молока срок, видите, заканчивается 14 июля. Кажется, в магазине продается просроченное. Можем? Можем. Это правила торговли, общие положения, пункт 2, все, тут четко все написали. Дальше. Можем ли мы пойти в подсобку? Ну, получается, по этим правилам нет. Можем ли пойти в бухгалтерский отдел магазина? Тоже нет. Можем ли смотреть, как они хранят там товары в закрытых помещениях? Нет. Можем ли мы вообще туда ходить? И чем это регламентируется? Это другой вопрос. Лучше не ходите. У вас есть некоторые права, чтобы походить там и посмотреть, но есть и некоторые ограничения. В этом надо отдельно разбираться. Если вы просто человек, давайте запомним самое важное. Вот в той части магазина, еще раз вот прочитаем прямо конкретную фразу, вы можете фотографировать в той зоне, на торговых объектах, во всех местах, которые предназначены для свободного доступа. То есть, вот можно к кассе подойти, фотографируем все. Можно к прилавку подойти, фотографируем все. Можно в отделе мяса походить, повыбирать, фотографируем и видеофиксируем все. Все. Мы запомнили, это жесткое правило, правил торговли. Сейчас некоторые вопросы к законодателю у меня есть. Зачем вообще введена эта норма, если у нас есть статья в Конституции и Гражданский кодекс? Статья у нас какая? 29-я. Давайте еще раз вам ее прочитаем. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать и производить, и распространять информацию любым законным способом. Сюда входит, разумеется, видео и фотофиксация. Зачем это введено отдельно в правилах торговли? Две причины. Первая. Чтобы вы понимали. Когда в Конституции написано про распространение информации, кто-то обязательно будет трактовать это как ходить, смотреть, говорить. И типа скажет вам, но видео и фото сюда не входят. И вот специально для таких людей, которые пытаются найти хитрости в Конституции, и использовать их для того, чтобы вас ограничить в правах, в новых правилах торговли, в лобовую написано, что можно фотографировать. Все. Вопрос закрыт. Теперь уже не придраться. С другой стороны, помните, что Конституция и статья 29, когда появились? В 1991 году. Ну, там, в 1993 правки были. Ну, в общем, вот это все. Тогда у людей не было телефонов, и каждый не ходил, собственно, видеокамерой. И тогда под фразой информации имелось в виду распространять, получать информацию, имелось в виду некие общие термины. Сейчас же мы понимаем, что речь идет о конкретном видео и фотофиксации, которые могут быть произведены любым человеком, потому что у каждого есть телефон. В те времена этого не было. И давайте вопрос со звездочкой, если вам интересно. Вообще данные правила торговли не очень умны, к сожалению, потому что вводить дополнительно пункт про фотографирование было не совсем грамотно. Это хорошо, конечно, написали, лишний раз повторили. Но теперь все те пункты, в которых не написано про фотографирование, про другие места, про театры, про общественные места, они скажут, ага, вот у вас в правилах торговли написано, что фотографировать можно, а в наших-то правилах музеев, ресторанов, кафе, концертов не написано, значит, может, у нас можно и не фотографировать? Раз вы отдельно написали пункт 2 для правил торговли, помимо Конституции, а у нас-то этого нет, значит, у нас можно и не фотографировать? И начинается. Именно поэтому в законе, как правило, есть фундаментальные нормы. И не требуются вот эти конкретные уточнения. Другое дело, что правила торговли это и не закон. Это все-таки, по сути, должностная инструкция. Как ПДД у водителей. ПДД, как вы знаете, это не что иное, как просто буквально установленное правительством, утвержденный перечень нормативов, которые вы должны соблюдать. Тут то же самое. Это не закон, не Конституция, не локальный закон. Это именно правило торговли. Это просто бумажечка, которая имеет ниже юридическую силу, которая может что-то разъяснять. И поэтому здесь делали вопрос, что можно фотографировать в магазине. Ну ладно, да, закон такой, и чего тут говорить, как любят говорить греки. В древности любили говорить. Мы имеем правила торговли, которые укрепили наше право фотографировать в магазинах. Теперь, вот эти, кстати, правила торговли, они должны быть, если посмотрите, вот у них пункт 11. Настоящие правила в наглядной и доступной форме доводятся продавцом до сведения потребителей. То есть, продавец обязан их разместить у себя в магазине. И у него, значит, в магазине, у продавца, есть вот это вот, новые правила торговли. Бумажечка, книжечка, в которой теперь вы всегда можете открыть пункт 2 и показать охраннику. Смотрите, в вашем магазине можно фотографировать. Это написано в правилах торговли, которые у вас здесь приведены. Да? Отлично. То есть, такой некий элемент простого, понятного действия тоже появляется. И все. Теперь вы можете фотографировать в магазине. Это четко расписано. Поэтому, опять же, номер карты в описании. Если кому-то нравится, мои видео можете поддержать. Если не нравится, можете не поддерживать. Можете даже дизлайк поставить. Можете не кидать донат, можете кидать донаты. Донаты большие мне не надо. Мне надо 30, 50, 70 рублей, чтобы я немножко чувствовал вашу обратную связь поддержки. Но если вы их не кидаете, я все равно буду продолжать снимать, потому что мне это нравится. Я хочу заниматься вот таким просвещением по самым базовым вещам, которые должен знать каждый гражданин. Потому что в нашей стране не может каждый из себя человек позволить юриста. И вы должны быть своим личным юристом. К сожалению, так пока реализовано. И вот я вам помогаю это делать. А, понравилось видео, лайк, донат. Что хотите, делайте, короче. Я буду вам благодарен за любую активность.